Давай мы вот посмотрим, во-первых, первую запись сейчас зрителям. Я прошу обратить внимание на экран. Сейчас вы увидите запись очередных мобиков, которые жалуются. Я тут уже вчера использовал одну запись, вот вторая. Я прошу посмотреть, буквально минуты. Очень недолго, но очень симптоматично. Я думаю, что это интересно. Обращаюсь от лица мобилизованных солдат. Сперва обороны, батальон 1843, город Серпухов. От 24.02.2023 года нам был отдан приказ на дислокацию и закрепление на новые позиции. По факту мы были брошены на штурм бетонного укрепрайона ВСУ, имея при себе стрелковое оружие и лопаты. В результате чего это стало просто бойней для нас. Мы понесли потери убитыми и ранеными. Мы не были подготовлены к штурму, ни физически, ни психологически. Мы были без поддержки и действовали одной ротой. Мы обычные работники с гражданской профессией. Нас опять хотят отправить на штурм того же укрепрайона. В 21 веке в самой сильной и великой армии мира, великой страны, людей, которые отозвались встать на защиту своей Родины, отправляют, как скот на убой. Мы не отказываемся выполнить свой воинский долг. По своему прямому назначению территориальной обороны. Просим помощи в распространении и привлечении к ответственности биновных. Ну вот, уже второй день подряд. Вот вчера были иркутяне какие-то, которые жаловались, там появилась запись. Теперь вот серпуховцы, видимо, и так далее. Одно и то же. Не обеспечены, не поддержаны. Нет обмундирования, нет средств. Не поддержаны огнем. Значит, командиры. Один и тот же набор. И, ну, как бы, так сказать, такое ощущение, что воюют только ЧВК Вагнера на Бахмутском районе. Все остальное. Причем эти, по-моему, я вот забыл, из Маринки или Завдеевки откуда они? Они из другого места, а не из Падбабы. Смотри, как выглядит российская группировка сейчас. Смотрите, значит, в разных местах от четверти через треть до половины составляют вот такие вот так называемые стрелковые батальоны. Даже бригады. Значит, что это такое? Это пехота без тяжелой техники, которая в лучшем случае двигается на грузовых машинах. Вооружена там черт-черт и чем. И даже с групповым пехотным оружием, типа СПГ, минометы, тяжелые пулеметы. У них там ПТРК, да, у них не все так хорошо. Значит, как их эксплуатируют? Треть, другая часть группировки, это российские части, восстановленные после понесенных потерь, где такие вот мобики составляют половину процента. Ну, по 50-60 процентов. От 40 до 60. Они, там есть кадровые дры уцелевшие. Там более-менее они снабжены вооружением военной техникой. Меньше гораздо, чем в начале войны. Там нехватка конкретно. То есть танковый батальон, который может быть 32 танка, должен насчитывать, может иметь 15, 10, 12, половину, треть. И считаться танковым батальоном. Это слабость советской военной школы. Всегда все расчеты велись, это ее родовая травма, велись без учета реальной боеспособности подразделения. Вот числится батальон, значит им оперируют как батальоном. Потому что в этом батальоне может быть 100 человек, из которых 30 больные, а остальные там типа не вооружены, не боеспособны, 5 дней не ели. Не важно. Важно, что есть батальон. Батальон должен там затыкать дыру, либо идти в провал. И есть немножко вагнеровцы. Вот это состав группировки от четверти до третьей ЧВК и всякие такие товарищи. Это состав группировки под Бахмутом в общей сложности, например. И люди же, которые воюют в них, они же на месте прекрасно понимают, что происходит. Что происходит ситуация, одни равны, а другие равнее. Для того, чтобы прошел Вагнер или прошли кадровые, значит нужно, чтобы сначала стрелковые приняли огонь на себя и все остальное. И они что говорят? Мы не отказываемся, мы готовы выполнять боевые задачи. Во-первых, по предназначению. Во-вторых, вы нас как-то вооружите, поддержите. Ну что же мы пешком ходим на защищенные позиции ВСУ. Я не знаю, был там бетонированный район оборудования или нет. Где они его нашли, но вполне может быть. И в результате убиты, ранены. Но они так скромно говорят. Я представляю, сколько там реально. В результате таких местных атак и так далее. Ну вот это примерно каждого третьего мобилизованного в России ожидает примерно эта судьба. Судя по составу группировки, их характерует 10. Минимум каждого третьего. Но, честно говоря, когда идут кадры, установленные мобилизованными, там ситуация не очень сильно отличается. У них есть там немножко танков, БМП, за них даже немножко стреляет артиллерия. Но результаты примерно те же. Примерно те же. Поэтому, ну, я не знаю, сколько нас понимают гражданские наши слушатели. Вот я максимально доступно пытаюсь объяснять языком. Но давайте скажу так. Ситуация, когда огромная армия ядерной страны через год конфликта может вести активные действия. И то с огромными потерями и перенапряжением всех сил на участке в 40 километров, это вообще катастрофа. Это примерно, ну, давайте как объяснить. Построили, ну, там, завод БМВ, который производит, например, 5 машин в месяц с перенапряжением всех сил. Замена деталей на какие-то там суррогаты. Да, и эти машины после выпуска все время ломаются. А они делают мину при хорошей игре и рассказывают, что вот у нас производство налажено, все идет ровно. И рано или поздно мы обязательно победим. Ну, это катастрофа. Это реально катастрофа. Катастрофа это прикрывается пропагандистским флером о том, что уже мы давим, сейчас мы победим, сейчас мы вот здесь завоюем и так далее. Ну, давайте интеллектуально допустим, интеллектуальную фикцию о том, что представим себе самый страшный вариант, что нам бояться. Тут мы отступили от Бахмута, а они его заняли. Что дальше? Да, да, что. Что реально дальше? Вот хорошо, мы взяли, да что дальше? Они прям пошли на Киев и прям дошли до Киева. Ну, чего? Там надо штурмовать сейчас Авьяр, Константинов, куда? Где все то же самое на эти же 5 месяцев, 6. А что мы будем ждать эти 5-6 месяцев или как? А Запад будет ждать эти 5-6 месяцев или как? Вообще-то нам обещали страшное наступление. Где? Ну, его нет. Где страшное наступление. И российские солдаты в перехватах и офицеры прямо говорят, нам тоже обещали страшное наступление. Ну, что-то как-то нас высукало шмать от, а никакого страшного наступления нет в помине. Тут уже в некоторых местах как бы страшное отступление не началось и так далее. Помнишь, мы говорили, что все это страшное наступление, это такой же миф, который надувает российская пропаганда специально, чтобы мы присели там, это вот так оно и есть. Все это страшное наступление мы сейчас видим, при попытке наступать на Кремену, на ключевые точки для них. От Кремену и на Лиман, и на Купинск, на Углидар. Вот это и все страшное наступление с рассечениями, окружениями и так далее, и так далее. Ну, это просто ни о чем, вообще ни о чем. Но они же, придурки, по политическим целям тратят туда последние боеспособные ресурсы. Штурмовую пехоту, которая что-то способна. Дальше доля вот таких бедолах будет постоянно увеличиваться. Постоянно. Особенно учитывая, что в Акбар начали зажимать, Министерство обороны, делая ставку на кадровый чай. И вот этих мобилизованных, да, ну вот это как раз и стоит. Ну, даже если бы не начали зажимать, зэки же заканчиваются рано или поздно. И возможности их кидать на безнадежные. Продолжение следует...